Избираем президента, избираем губернатора, избираем главпоселений, а посередине дыра. Вопрос выбора стал ключевым на сентябрьской сессии КЗС. Оппозиционные фракции собрали больше 4000 подписей горожан, желающих выбирать мэра. Сегодня даже прошел одиночный пикет, но в ЗАГС собрании посчитали это недостаточным. Вы сначала с народом пообщаетесь, выйдите на улицу из кабинета и поговорите с населением, нужны им выборы или не нужны им. А что с финансовым обеспечением этих выборов? А сколько стоит это дело? Дорого или дешево? Лучше знайте, вложите собственные средства, средства ваши партийные, в ремонт двух-трех садиков. Очень сильно нас задело на самую всю фракцию, когда вы, партия, которая пиарится за бюджетные деньги, выдавая это за свои нацпроекты, нас, партию, которая строит площадки детские, за свои деньги, упрекаете в том, что мы тратим что-то не то и не туда. Я вчера приехал на работу, собрал 15 человек своих и очень серьезно, правда вам говорю, очень серьезно задал им вопрос. Вот скажите честно, если сегодня будут выборы, снова вернут выборы мэра города Барнаула, вот как вы к этому отнесетесь? Вот если в целом сказать, кроме мата, несколько было слов нет, все. Против большинство мэра вновь назначат. Из важных одобренных решений проект краевого бюджета теперь будут вносить до ноября, на месяц позже обычного, чтобы при просчете успеть учесть федеральные дотации. Районы будут выбирать самим вести финконтроль или довериться краевой счетной палате. Изменения в законе о спорте ДЮС США и Школы Олимпийского резерва вывели из доп. образования. Теперь вопрос, как не лишить тренеров соцподдержки. В переходный период вопрос решен, будут компенсации работникам спорта, а в дальнейшем мы берем эту ситуацию на контроль. Крывой закон в сфере строительства вслед за федеральным исключил понятие дольщика в связи с переходом на эскроущита. Но власти не отказываются от 200 обманутых дольщиков края, в частности от Новоалтайского объекта по улице Южтип. Там сейчас создается ЖСК, планируется достроить объект проблемный за счет застройщика и компенсировать ему расходы предоставлением земельного участка без торгов. Поддержали депутаты и многодетные семьи. Законотворцы отменили адресное предоставление компенсаций, теперь они общие. Это внеочередные места в детсад, компенсации за проезд и школьное питание. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.